В Семертал судят вандала. Молодой человек выкопал тело умершей. Родные испытали настоящий шок, прийдя на могилу в 9 дней. Смотрители за порядком на кладбище сразу указали на юношу. Оказалось, что это была его месть. Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Светлане Юферовой пришлось дважды хоронить свою тетю Татьяну Туманову. Через 9 дней по христианской традиции родственники приехали на кладбище, чтобы помянуть усопшую, и испытали шок. В могиле лежала, могила раскопанная до самого гроба. Просто гроб был присыпан землей. Рядом с могилой крестик, который должен быть в руке покойного. Венчик, который ложится на лоб покойнику. Ну и вот этот молитвенник, который тоже покойник в руках держит, вот это все лежало на земле рядом с могилой. Тело в могиле не оказалось. Его нашли с помощью кинологов в заброшенной могиле примерно в 500 метрах от своего захоронения. Рабочие кладбища вспомнили, что здесь уже пару месяцев жил бомж. В начале лета он у нас появился, представился как Дмитрий. У нас будка есть там, ажелезная у нас. Ну она была как для инструмента, эта будка. То есть он попросился пожить там в этой будке. Ну мы разрешили ему. Дмитрием на самом деле оказался 20-летний Антон Хороненко. Он запретил снимать свое лицо. В Тимиртау парень жил с гражданской женой. Поссорившись, ушел из дома на кладбище. Там помогал рабочим копать могилы за еду и кров. Но когда у копателей пропал кабель, они обвинили в краже Антона. Тот обиделся и решил отомстить. Он полностью признает свою вину и утверждает, что никаких насильственных действий с телом не совершал. Православные священники уверяют, душе усопшей вандал не навредил. По мнению экстрасенсов, самого злоумышленника ждет страшная кара, ведь вмешатель в загробный мир не прощает. Что же касается закона человеческого, то статья Уголовного кодекса за надругательство над телом умершего предусматривает до трех лет лишения свободы или до шести миллионов тенге штрафа.